Безусловно, я рассматриваю это как угрозу, как угрозу жизни, угрозу убийства, угрозу расправы над политическим деятелем. И пытаясь найти ответ в уголовном кодексе, я считаю, что это близко к уголовному преступлению. Поэтому, безусловно, мы подадим, мои юристы сейчас изучают этот вопрос, мы подадим соответствующие заявления в правоохранительный орган. Удивительно здесь другая вещь, что президент Путин, который лично назначил Кадырова, и Кадыров является его выбором, это его назначенец, один из руководителей 85 субъектов Российской Федерации. Но это один из руководителей позволяет себе такие вещи, фактически попирая права граждан, нарушая уголовный закон. Молчание в отношении этого будет означать, что либо Путин не хочет исполнять свои конституционные обязанности, либо Путин не может их исполнить в отношении одного из руководителей субъектов. Глава граждане должны это знать, очень скоро, я надеюсь, мы это поймем. С 2003 года наша страна является... Все, если мы открываем дом Всевышнего, это самое, что есть наследие... Что случается? attachments Молчание